...фабрика, которая майнит биткоин. Есть пулы, проблема централизации, когда для того, чтобы заработать больше денег, потому что одному майнеру блок разгенерирует практически невероятно, он вынужден объединяться с другими майнерами. И таким образом пулы контролируют большую часть вычислительной мощности биткоина. И в любой момент два пула может объединиться китайских, например, и полностью захватить биткоин. Это, в принципе, вероятный сценарий. Они делают это не потому, что это невозможно, а потому, что это убьет систему и они потеряют деньги. А так это, в принципе, вполне возможно. Допустим, в Ethereum используются механизмы, которые затрудняют пулы, хотя там пулы тоже есть, и затрудняют именно использование одних и тех же вычислительных операций, да, потому что там используются алгоритмы, которые зависят от предыдущих транзакций, и майнеры вынуждены держать в памяти очень большое количество старых транзакций. Какие здесь? Ну, это как бы промежуточный вариант, и, возможно, стоит подумать о каких-то других системах, которые ближе к традиционным системам типа Paxos. И вот, например, Proof of Stake — это доказательство доли, условно говоря, да, это дешевая альтернатива Proof of Work. То есть тем алгоритмам, которые были созданы биткоином, то есть когда у вас выбор лидера выбирается, происходит через некие вычислительные операции. Очень-очень дорогие. Соответственно, давайте немножко расскажем про Proof of Stake. Proof of Stake использует не внешний ресурс, а внутренний ресурс системы для того, чтобы выбрать лидера, который предложит свой блок. Обычная формула в Proof of Stake — вычисление следующего майнера выглядит вот таким образом. Она использует адрес майнера в сети, его баланс, некую структуру, связанную с предыдущим блоком и время. Из этой формулы мы можем понять, кто сгенерировал следующий блок. Чем хорошим Proof of Stake? То есть там могут быть доказательства более точные, более строгие, чем Proof of Work. Потому что здесь как бы ближе он к схеме с голосующими, вот с этими вещами он поближе, чем схема в биткоине, где все рассуждения проводятся в терминах вычислительной мощности — хэшей. То есть как это переложить на язык классической науки про византийскую систему — непонятно. Proof of Stake — это проще, на самом деле. Соответственно, Proof of Stake… Сейчас, секундочку. Понятно, я думаю, большинство людей знает, что такое Proof of Stake здесь. Еще раз повторю, если кто не понимает, то используется ваш баланс сети, чтобы майнить. То есть вы вместо внешнего ресурса используете внутренний ресурс. У вас есть баланс-система или возьмем баланс, чтобы не усложнять, и вы с помощью него майните. То есть для того, чтобы майнить, вам не нужно покупать вычислительную мощность какую-то. Вы просто должны купить монеты сети. Первая Proof of Stake-система была PR-коин работающая, она была как бы Bitcoin, фактически там та же структура была, но на Proof of Stake. Потом был NXT из таких серьезных… Вот, допустим, Waves, он, в принципе, в этом же русле лежит, он развивает схему, которая была в NXT. Есть более сложные системы, это то, что делает Виталик Бутерин, сейчас это Каспер, так называемый. Это система голосования, фактически, которая, в принципе, похоже объединяет Paxxix с Proof of Stake. Мне очень понятно, как это будет работать, потому что есть там ограничения по масштабируемости, поэтому особо там, как бы, не ясно, как бы, Каспер работать, как бы, теперь работать на Каспере пока еще не ясно. Как-то будет, наверное. В чем проблема Proof of Stake? Почему, как бы, люди его не любят некоторые, и почему там некая драма постоянно возникает на профильных ресурсах, да? Как только он появился, люди стали заявлять, что он не может работать, потому что майнинг очень дешевый. Соответственно, если у вас монеты, вам ничего не стоит майнить. И вы можете, например, у вас, вы видите, две цепочки в сети. Самая такая проблема, nothing in stake, проблема, да? Когда вы видите две цепочки, и вам ничего не стоит продолжать майнинг на обоих цепочках, потому что в битконе вы так делать не можете. В битконе одна будет цепочка принята, и все ваши хэши, которые вы потратили на майнинг, цепочки, которые отброшены, она просто как бы вы потратите их. В Proof of Stake это, как бы, можно делать. Вы видите две цепочки, и вы майните на обоих. Но, следующее сказать, что все эти системы, все эти атаки, они, как бы, решаются, они отбиваются. Есть также строгие доказательства. Наверное, в следующей, там у меня другая презентация, есть другой раздел, как мы здесь, где я расскажу про это. Пока, как бы, такие вещи общие расскажу. Как-то в рабочих системах, допустим, в NFT, все ноды сети могут хранить только одну цепочку. То есть, просто-напросто нет возможности манинга на двух цепочках. Это достаточно такое тупое решение, но она работает в NFT, например. Например, есть так называемые history атаки, когда вы можете переписать всю цепочку, начиная прямо с первого блока. И потом новая нода приходит в сеть, и вы ей говорите, а вот правильная цепочка. Она ее берет, как бы, и продолжает ее манить. Например, а там вообще не те транзакции, которые на самом деле. Это решается, в принципе, так называемой Wix Objectivity в терминологии Виталия Кобутерина. Это два варианта решения. Если нода вообще новая, то она действительно будет вынуждена обратиться к какому-то доверенному источнику для того, чтобы скачать блокчейн. Если нода периодически бывает в сети, то она может просто не принимать блокчейны, которые отличаются от того блокчейна, который есть у нее. Как бы, начиная с какого-то блока, да, то есть в NXE, например, 720 блоков, если вам дают новый блокчейн, который отличается в блоках, которые лежат глубже, чем 720 от последнего, то вы просто его отбрасываете. Эта проблема есть. Кроме того, есть проблема грандинга так, когда вы можете предсказать, фактически, поскольку алгоритм вычислений следующего майнера, в хостейк-системах он детерминированный, вам нужно знать баланс в системе, адреса и время. То есть здесь нет рандома никакого, здесь нет рандомного фактора. И вы можете предсказать в простой, наивной, просто в своих системе, какая нода будет майнить следующий блок. Вы туда посылаете свой баланс и как бы захватываете сеть. Потом посылаете на следующую ноду, которая должна майнить. И таким образом весь майнинг ваш. Тоже как бы называется грандинг атаки, они решаются по-разному. В NXE решаются, например, тем, что берется не текущий баланс, а баланс сутки назад. Поэтому вы на сутки вперед предсказать не можете. Потому что какая-то нода пропустит свою очередь, и вы не сможете предсказать, кто будет майнить через сутки. Потому что вы не можете расписать всю последовательность майнеров на сутки вперед. Но с другой стороны, все равно какие-то атаки здесь возможны. И если вы вводите некий рандом в систему, что можно сделать, то они как бы исчезают. Вот Кияис, греческий ученый, построил некую схему, в которой это все становится абсолютно безопасно. То есть не абсолютно безопасно, а там есть некие условия, при которых вы можете построить Proof-of-Stake систему безопасно. Для этого вам нужен некий рандом. Если у вас есть рандом в системе, то вы можете построить безопасную Proof-Stake систему. То есть она становится детерминированной. Вы берете какие-то рандомы, например, из самого блокчейна или какой-то внешний рандом, и определяете майнеров на, допустим, на эпоху вперед, то есть на какое-то количество блоков вперед. Когда эпоха заканчивается, вы берете еще раз рандом, алгоритмы для этого есть. Если кто-то знает Ethereum, допустим, там Rundown такая штука была, которая позволяет вам действительно сделать распределенный рандом. То есть когда у вас есть несколько участников, и они могут вместе создать действительно случайное число. Если вы это имплементируете, этого пока никто не сделал. Мы, наверное, думаем об этом в каких-то таких вариантах. Кто-то, наверное, это когда-то сделает. Вот в Casper, который сейчас в Ethereum есть, это когда основной блокчейн Ethereum переходит на Casper, это Proof of Stake система. Они не будут больше Proof of Work, они будут Proof of Stake. Они это планируют делать. То есть если вы это сделаете, то вы получаете безопасную Proof of Stake систему. Кроме того, с другой стороны, остаются атаки, когда вы можете, допустим, сказать нодам, я вам заплачу какие-то денежки, допустим, если вы будете манить на этой цепочке. И поскольку нодам это ничего не стоит, они будут манить на ней. Вы можете заплатить им, допустим, 1% от баланса, который у них есть. У них, допустим, есть 1000 монет. Вы говорите, если вам еще 10 монет, помайните, пожалуйста, на этой цепочке. И они будут манить, потому что им это дешево. И если вы победите, то они получат деньги на новые цепочки. И это действительно проблема некоторая в Proof of Stake системах, которую никто пока не решает. Вопрос заключается в том, насколько такие атаки вообще возможны. Кто будет поднимать такие атаки? То, что их никто пока не произвел, не говорит о том, что это невозможно. Теоретически это возможно. Просто пока этого никто не делал. Но эти атаки возможны. На все пропостные системы такие атаки возможны работающие. И Виталик и Ида Бентов предлагали алгоритмы, которые штрафуют такие плохие ноды. То есть это достаточно просто сделать. Это может быть реализовано. Допустим, когда вы видите, что нода манит на двух цепочках сразу, вы ее просто штрафуете, вы забираете ее stake. Это реализуемо на уровне протокола. Потому что кто-то видит, какой-то свидетель видит, что нода сгенерировала два блока на одной высоте. Он берет хедеры этих двух блоков и постит в блокчейн. И все он доказывает то, что нода себя плохо повела и вы забираете в нее все деньги. Это может быть реализовано. Это то, что, вот здесь немножко больше про это написано. Это то, что Виталик Бутери называет economical incentives. То есть помимо того, что здесь есть некая новая степень свободы в этом. То есть мы должны рассматривать то, которое вообще не рассматривалось до биткоина. То есть насколько экономически нодам выгодно поддерживать сеть. Это вообще новая наука, которая связана больше с теорией игр даже. Теоретико-игровые уже идут рассуждения, которые пытаются доказать, что при определенных условиях вы можете построить систему, которая будет выгодна честным участникам. Вам выгодно будет быть честным. Потому что в текущей Proof of Stake системе честным быть не выгодно. Рациональное поведение в текущей Proof of Stake системе оно не честное. То есть рациональный майнер будет майнить на всех цепочках. И доказывается, что вы можете построить схему, в которой будет выгодно оставаться честным. Это пока на достаточно зачаточном уровне. В принципе, строгие доказательства. Какие-то системы построить на этом можно. Так называемый слэш-алгоритм. И все такие вещи, которые штрафуют вас за то, что вы неправильно себя ведете. Или, например, алгоритм, когда вы для того, чтобы майнить, вы должны сделать депозит. Если вы будете себя плохо вести, этот депозит у вас заберут. Такие системы тоже возможны. И Каспер, то, что делает Виталий Кутерин сейчас, это как раз есть такая система. И что интересно, теоретически в таких системах можно достичь стопроцентной зарплаты. Стопроцентной защиты от плохих нот. И это совместимо с результатами из консенсус-ресерча, из исследований византийских систем. Это то, что называется в Ethereum community economic finality. Когда транзакции действительно не могут быть никаким образом отменены. Потому что если они будут отменены, то все участники сети потеряют свой баланс. Алгоритмы такие тоже могут быть созданы. Если это будет создано, то есть либо похожие системы, то Proof of Stake в принципе не будет уступать ничем Proof of Work по большому счету. Соответственно, давайте сделаем такое немножко заключение здесь. Я такой сделал обзорчик того, как наука немножко подходит к текущим продакшн системам. Здесь очень большая тематика. Сейчас очень много людей работают. Давайте сделаем крутой обзор. Что можно сказать про блокчейн? Допустим, применимость к закрытым системам. Казалось бы, закрытые системы могут работать и без блокчейна. Да, они работали. Были системы распределенных баз данных. Они синхронизировались. Зачем нам нужен вообще блокчейн для закрытой системы? Допустим, у нас есть 100 банков, они решили сделать свой блокчейн. В принципе, он действительно не нужен по большому счету. Они могут обойтись. Вопрос здесь, наверное, будет в том, что будет когда там будет тысяча банков. Вот тут применимость блокчейна, очевидно, будет давать некоторый профит. Потому что нагрузка будет на систему ниже. И действительно система будет работать лучше. В данном случае блокчейн дает преимущество в том, как система работает. Он не дает каких-то качественно новых преимуществ в таких системах. Потому что все эти вещи вы можете сделать на старых алгоритмах. Как ни странно, все эти разработки, которые Microsoft поддерживает, они, наверное, должны учитывать. То есть, что эти системы могут работать и без блокчейна. Но блокчейн – это один из вариантов. И он хороший, он действительно удобный. Он удобный просто для этих систем. Он не то, что действительно делает эти системы возможными. Они могут и без него существовать. Но блокчейн удобен для них просто. И система бесспорно будет развиваться. И только можно действительно то, что делает Microsoft с решениями блокчейна за сервис. Это очень большая вещь, я считаю. Которая действительно делает блокчейн доступным бизнесу. Потому что то, что мы пытаемся делать уже, есть платформы, которые доступны бизнесу. Которые есть сейчас и которые будут тогда-то. Что будет происходить в дальнейшем, с моей точки зрения, я думаю, Proof of Work будет так или иначе уступать. Потому что это очень здорово. Он позволяет сделать работающую систему. Но затраты очень большие. И будут алгоритмы другие развиваться. Конечно, это пройдет большое количество времени. Потому что сейчас, допустим, запускаются интересные системы на Proof of Work, такие как Zcash. И действительно, Proof of Work, он простой способ быстро запустить работающую систему. Но все-таки это не навсегда, я думаю. И схемы как Proof of Stake будут развиваться очень хорошо. И действительно, следующий шаг в развитии блокчейн-технологий это масштабируемость. И такие вещи, как хранение части блокчейна, а не всего блокчейна. Потому что блокчейн сейчас 70 гигабайт. Уже пользователь не может его хранить полностью. То есть это лает клиенты, чтобы блокчейн-система могла работать на мобильном телефоне. Все это, в принципе, возможно. Все эти варианты рассматриваются по всем их моментам. По увеличению скорости транзакций, по хранению данных блокчейна. Есть уже наработки, есть статьи. И в ближайшее время это будет реализовано. Соответственно, в принципе, вот такой обзорчик сделал. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. А чем масштабирование блокчейн-системы ограничено? Если группа Work, LabNC и CP апелляция, то блокчейн-чейн? Тем же самым. Там все те же самые условия. Потому что теоремы, которые касаются консенсуса в блокчейн-системах, Persistence и LabNC, они не зависят от алгоритма. То есть там, если у вас есть общий префикс, chain quality, то есть плохие ноды не генерят большее количество блоков, то у вас достигается, то есть у вас самый длинный блокчейн, он качественный, в основном говоря. То есть это то же самое, как тупоблок и круповстейкер. А кто может про делегейт групповстейк? Это очень жизнеспособный система или нет? Ну он как бы теоретически, да, то есть без щелс он работает. Но здесь как бы действительно есть, они пытаются действительно сочетать несочетаемые, потому что это с одной стороны распределенная система, а с другой стороны централизованная. И нет здесь гарантии, что эти делегаты не договорятся между собой. То есть это возможно, и ты естественно не можешь доказать, что они договорятся между собой. Я думаю, что теоретически нельзя доказать, что круповстейк, ну делегейтинг круповстейк, он безопасен, потому что ты не знаешь, как они там будут договариваться между собой. Он может быть безопасен, если ты начинаешь штрафовать, допустим, там за что-то, и то как бы здесь непонятно немножко. Я считаю, что эта система более-менее работающая, как показывает BitShares, но в долгосрочной перспективе вряд ли это будет работать, как какое-то решение, которое всеми приняты. Например, той ноды, которая увидела это. То есть вы видите, что там есть два блока с одной высотой от одного майнера, вы посылаете их в сеть, и то, что он наманил, достается вам. Это лучше всего, когда много ступачей будет проводиться. А есть фразы? Да, эфир на POS? Нет, потому что там кода нет у них еще. То есть у них есть только желание сделать здесь какие-то тесты и бананы. Что угодно на бирже. То есть как работает POS, есть монеты, все издаются в первом блоке. И на первой тех, кто показывает монеты, они хотят доллар. Ну да. Биткоин это тоже доллар? Ну нет, это понятно. В общем, дело вроде же это побеждает. Ну я бы не сказал так. И я просто как бы действительно отмечу, что блокчейн-система это открытая система, понимаете? То есть закрытая система, это вообще все может сделать проще. А в открытой системе вы либо ставите майнеры, либо вы продаете монеты, пользуясь. Ну а в основном эти китайские товарищи, которые там в электростанции включаются и так далее, они получаются конвертируемые дешевые электричества в некий... Вы зарабатываете электричество, да. Вы не зарабатываете... Вы конвертируете электричество, но это когда технически могут продать? Да, то есть вы, условно говоря, зарабатываете... Электричество дешевле и дешевле, а потом здоровье и дороже. У вас есть простая. То есть вы зарабатываете в тормозе электричества. Они не делают ничего другого. Фактически как электростанция по большому счёту. А их нужно заработать? Нет, бывает, если у них электричество бесплатное, вы зарабатываете. Если вы платите за электричество, вы не зарабатываете. Вам нужно найти дешевое электричество. А они стоят электричество? Ну и потом отбивает на в течение года. Саша, такой наивный вопрос. В связи с конкуренцией ФРС и так далее. Что устойчивость системы защищает от такой ситуации, когда распределили первоначальную ремиссию между нодами, они начинают маять, и потом какая-то нода начинает наращивать, 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 концентрировать все эти подъемы. И в какой-то момент, ну то есть она, например, может быть привязана к бизнесу масштабной микрософты или чего-либо. Зачем-то ей это становится много. Это какие-то езастые истории, да? И как бы они начинают ступать, ступать, заливать воду, и она разбухает, и становится... Что? Такие системы защищают, защищают в непросточном периоде. Может, я сейчас не понимаю. Вспонят, так и есть, по сути. Нет, всё равно там очерёдность. То есть ты не можешь майнить одной этой большой огромной нодой чаще, чем определённый... А, это между профовстейками? Да, профовстейками. Профовстейки не может быть. Там смысл в том, что... Что логерип такого, что все должны помайнить. Можно скупить кучу нод побольше. Либо там есть нового, когда... А как это реализуется? Здесь даже если не распределение статическое, да, если никто никому не чтоит деньги, всё равно есть некий... То есть у тебя операрность... То есть у тебя следующий генератор определяется из предыдущего генератора и как бы... То есть в NXT есть такая штука, называется Generation Signature, ну и Waves тоже. Ты берёшь её и подписываешь своим приватным ключом. И исходя из этого ты уже определяешь, генерируешь ты блок или нет. И следующий человек подписывает твоё Generation Signature. Таким образом, здесь есть некий randomize. Потому что сразу всё детерминировано. Чтобы сделать это безопасным, тебе нужен настоящий randomize, а где его взять непонятно в блокчейне. Понимаешь, вот в этом дело. А можно сделать так, что у тебя будет несколько нод своих, там, две или две штуки, и текущие ноды будут подписывать, чтобы следующий майнер приближал в меня? То есть от этого есть какая-то защита? Подменить там таймстэмп или хэш как-то? Да, и от этого есть защита, это randomize. То есть в пределах эпохи у тебя всё детерминировано. Сквозь кем ты тысячу блоков вперёд расписал всех майнеров, они помайнили. А когда наступает следующая эпоха, у тебя включается randomize, который переопределяет майнеров на следующие тысячу блоков. А в рамках эпохи всё детерминировано. Ты знаешь, кто будет майнить. Как телегейтинг, кто пустые. Там горько такая, что по большому счёту там вообще все получили. 100 майнеров и от 0 до 29 они майнят. И там как бы они говорят, что ну и реки нормально. То есть если мы не знаем, кто будет следующий майнер, то это нормально. Здесь конечно есть атаки, ты можешь его досить, например. Ты знаешь, кто нащий майнер, а ты досишь майнер. У предыдущего? У предыдущего или у текущего. У того, которого надо выбрать. У текущего, да. Зависит от количества денег у него какое-то количество блоков назад. Например, сутка назад, да. От количества денег у майнера перед ним непосредственно не зависит. Не зависит. А ещё от старости денег. То есть как только... Это у PR-пойня. А, в Next нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё вопросы будут? Ну, вроде бы всё. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.